Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня я расскажу, как приготовить куриную грудку, чтобы она была сочной, вкусной, ела ее вся семья, да еще и добавки просили. Я разделала курицу, филе получились просто огромные. Весь список продуктов будет написан под видео. Сначала отрезаю малое куриное филе, а самое большое филе разрезаю вдоль на три части. Получается на две, значит на две. Все зависит от размера филе. Толсто не нарезайте, по толщине получается где-то 6-7 миллиметров. Получаются вот такие вот пластинки. И точно так же сейчас разрежу второе филе. Лучше всего нарезать поперек волокон на тонкие длинные полосочки. Вот такие полосочки получаются. Все, филе подготовила. Отправляю его в глубокую емкость. Нужно в отдельной емкости отделить белки от желтков. Я здесь взяла два куриных яйца. Не учла то, что филе очень большие. Берите сразу 4. Яйца и белки отдельно, желтки отдельно. Яйца должны быть из холодильника, хорошо охлажденными и в белок не должно попасть ни капли желтка. Желтки я добавляю к куриному филе. Соль, как всегда, добавляйте по вкусу. Я добавила пол чайной ложки. Соль у меня крупная. Пол чайной ложки сушеного чеснока. Свежие не берите, лучше всего сушеный. Приправы берите любые. У меня приправа для шашлыка, одна щепотка. Одну хорошую щепотку куркумы. И все перемешиваю, так, чтобы все приправы, соль, яйцо, все перемешалось с курицей. Вот так оставляю теперь филе постоять, промариноваться при комнатной температуре на полчаса. В отдельную емкость добавляю 2 куриных белка, плюс одну маленькую щепотку соли. И все хорошенечко миксером нужно взбить. Если белки хорошо охлаждены, плюс щепотка соли, белки очень быстро взбиваются. При наклоне миски белки должны оставаться на месте. Берем любой крахмал, можно брать картофельный, у меня же кукурузный, 3 столовые ложки. Заранее я поставила прогреваться сковороду, она уже очень хорошо прогрелась. Наливаю в сковороду растительное масло без запаха, у меня подсолнечное. Теперь куриное филе сначала обваливаем в крахмале, а затем в белках и отправляем в сковороду. Масло тоже должно очень хорошо прогреться, чтобы куриное филе не напитывало в себя очень много масла. Я взяла очень большую сковороду, 28 сантиметров в диаметре. Вмещается сюда сразу очень много этих стрипсов и все это будем обжаривать. Готовлю я на самой большой конфорке и огонь чуть меньше среднего. Вообще курица должна готовиться минут 20, чтобы она не осталась сырой. Время от времени все переворачиваю с одной стороны на вторую. Ничего у меня не горит, все румяное и золотистое. Выкладываю так, чтобы между этими стрипсами было небольшое расстояние, чтобы они не прилипали, так они лучше обжариваются. Крышкой не накрываем, все отлично успевает прожариваться, ничего не остается сырым и не горит. Обжариваем с одной стороны, потом переворачиваем на вторую сторону и все будет готово. Для того, чтобы избавиться от лишнего масла, все буду выкладывать на бумажное полотенце. Из двух куриных филе получается очень много стрипсов, нам хватит их дня на два. Вот столько у меня получилось, три яруса уже обжарилось и жарится четвертая партия. Ну и немного мы уже попробовали. Если готовите на большую семью или на большую компанию, это отличная закуска, перекус к любому взрослому горячительному напитку. Подавать очень вкусно с картофельным пюре, с салатиком, любой овощной салат подходит. Всем спасибо за ваши комментарии, за лайки, все читаю, все вижу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Вот так выглядят куриные стрипсы в разрезе, точнее в раскусе. Очень сочные, куриное филе абсолютно не сухое. От всей души вам рекомендую приготовить, я думаю, что вам понравится и рецепт вы себе сохраните. Такую закуску кушают от мала до велика, всем нравится, равнодушных нет. Я надеюсь, что я вас смотивировала на готовку, сохраняйте себе рецепт, готовьте на здоровье. Домашняя еда самая вкусная. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи и пока-пока.